всех привет и приятного просмотра продолжаем проходить фифу 19 за карьеру тренера мы сейчас играем данный момент за краковия и у нас у нас у нас прошу серии было так чему проиграли 31 за счетом и выиграли 0 еще же трудность этой команды и у нас ждет впереди трудности ну ладно что продолжаем мы у нас еще один день и потом пресс-конференцию можно устроить пообщаться с можно сказать с нашими игроками и все остальное вот у нас есть продолжение по поводу трансфера году денег предлагают за тебя но я отказываюсь в данный момент у меня замену него нету нигде так у нас еще пресс-конференция 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 так мотивацию наш игроков делаем так развить игроков тоже чуть позже будет начать еще три дня пропускаем у нас будет день игры я тут про польскую лигу вообще ничего не знаю кроме того чего я узнаю как я говорю об этом уже ранее может чем у них здесь такая ситуация чем 1 по 8 ты премьер-лига проходит у них до этого а потом мы как он первый по 8 человек играет так я думал такой состав меня оставим на поле менять ничего не будем данный момент запускать 10 поставит а вот этот которому на халяву зала и залип сапа я очень порадовал данный момент хочу выходим на более может сказать терять время не будем ну да как без тренировки таем у парана ебала а сам не забил до тут ничего не получается а чего а почему то брать он на и кути и радуйтесь пришло время игры в прямом матче футбольная трансляция канале и эй спортс не переключайтесь здравствуйте с вами комментаторы константин кенич и георгий ченданцев на стадионе сегодня такой ливень что скоро закрывать его и переоборудовать в бассейне да болельщики достают свои тренинги и зонтики да и игрокам сейчас не позоветно мало того что 5 больших нас училища улучшается риск получить травм и надеюсь что обойти давайте смотреть на форекс у вас сегодня в составе новичок план выключился да линия обороны нуждалась выселение и вот наконец-то тренер получил итак какие соображения насчет хозяев матча у константина кейдж пока это команда очень хорошо выступает в чемпионате и наверное должна быть довольна теми результатами которые она показывает но если продолжим в том же губки будет совсем хорошо мы видим состав команды хозяин игроки на поле выстроились по схеме 4 5 1 на эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель мы видим состав команды гостей тренер сделал выбор в пользу надежности и контроля центра даже главный тренер надпись такого рост событий не ожидал пикус пускай анимации его не будет еще чисто лицо а у тренера написан заебись сделали ну ладно переходим к матчу первый пас нам дают игра началась смотрим так у нас дочь на дочь а не особо хорошо играю сдачные вообще по 17-го же кто-то теченьку нет почему-то тут по струнестов за верно да заебись это таки думал что я как все ступлю и дам пас против ну ладно продолжаем игру перехватывает наше а вот это хороший пас тут вратарь успевает и я про вратаря подкатил это грубая игра была грубая уме что у нас пи давай ну куда так мимо то какой шанс был снова нам прыгнул как хорошо за замечательно мяч у нас балк не ушел а вот это бурин хорошо цепкий Какой шанс! Такой прорыв был. Главой, ладно. Тут опасно было, тут другу могли бы ноги переломать. На самом деле. Навес слишком был не тошный. Да, блин, ну куда такой пас давать, а? А вот это хороший пас. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. А вот это контратака замечательно. Да, блин, ну как ты не мог забить? Ну как ты не мог забить? Что за меня? Ну как так, блин, ну как так, а? Такая контратака бывает. Три на два, блин, игрока. Какой пас был. И мы при этом прям припали, а? Момент, да. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам. Бежим нифига, блин. Никого из адресатов там не будет аут. Левандовский. Левандовский здесь? А, ну да, может быть. Который у меня в FIFA 18 еще и попадался. Но потом в году пропаун. Фу, принесло. Я пас просил, пас просил, пас просил. Да блин, ну что творите? Какой пас такой дает всегда? А, угловой. Фу, что-то вообще какой-то у нас это... Беспокойство на поре, беспокойство. У нас забильности нету. Забить мы могли, но как всегда не забили. Как и в прошлом матче был, который 1-0 у нас был. Тоже таких ситуаций много было. Наш шанс был и фига, но забили мы ничего. Мы забили один гол, конечно. Не разыграть решили угол. И выносится мяч из штрафной. Можно навес сделать здесь. Удар! Вот как вы можете позволить ему такой пас дать, а? С такой-то дистанции, конечно, надо было забивать. Но он пробил куда-то совершенно никуда. Ладно, окей. Пас от ворот у нас будет сделан. И из этой атаки может получиться что-то стоящее. Да, блин, я так и думал, что не пройдет. Но я такую удачу думал, блин. Удачу все хотел сделать. Убежать в контратаку есть у команды. Силочка. Дэнни в первую очередь будет грудь на трата. Ты забираешь, как мы сделаем, что выгодит все. Силочка. Ну так аккуратно. Выбираем мяч. А вот это ха... Да бля, ну ты-то куда меж от себя далеко-то убирал? Куда меж от себя далеко-то убирал-то? Почему ты не мог его к себе взять-то? Да, тут деньги они тратят. Манчестер-сити. Манчестер-сити вообще... Я вот фунтов не знаю как. Офигеть, начало за них играть. У тебя 96 миллионов евро. Евро, не фунтов, евро, бля. Офигеть, может сейчас у них где-то сто... Если бы по фунту, может там где-то сто семь, сто шестьдесят миллионов фунтов, бля. Это пиздец. Это офигеть просто где-нибудь такие. Есть свободное пространство на фланге и туда идет атака. Да, блин, куда ты так отнимать-то, еб твою мать. Фу, пронесло. Как везет-то нам этим по нашим воротам, бля. Ну пас вообще нигде. Воротарь просто супер. Все у него он просто в форме. Да, блин, ну дайте выйти-то из бароны-то. Вышел из-за барона. Мяч будет введен в игру ударом от ворот. В данный момент конец первого тайма. Ну мы просто проседаем, жестоко проседаем. У нас какие-то не то же не пасы. И мы, если не воротарь, мы уже там летели. Да, это бомб 2-0. Воротарь просто затащил нам всю игру. Да, блин, личный пас, личный пас. Да, блин, ну опять штанга. Какая нафиг штанга? Чего уже в штангу любить вгибать? Штангу им надо, блин. Все, штанга, 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 штанга. Не, слабый удар. Был слабый удар. Вот это по-любому. Выточил я. Ну что, свисток. Первый тайм заканчивается за счетом 0-0. Очень трудная игра в данный момент у нас идет. Мы никак не можем забить гол. Мы так и не пропустили гол. На самом деле воротарь хорошо стоит у нас. Ну что, переходим ко второму тайму. Вторая половина матча началась. Я посмотрим, что здесь придумаем. Пускай все из-за дождя. Ну мы-то и там в матче были у нас фреговывали все. Повторый хороший пас. И ну как воротарь затащил этот момент. Ну как так-то уже, блин, не залетел мяч в ворота. Угловой шанс выйти вперед. И прямо в целом. Давай, пей, пей, пей. Ну, полет. А ты так как так, а? Снова, блядь, дни гов, а? Прям везет. Тихо, 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 пас. Ну нахуя пас сохранился, блядь. Пасал, что-то атака есть. Да, блядь, а? Это вообще пиздец. Взял, отнял мяч и все. Вот опасный момент был. Тут надо было забивать, блин. Ну тут такая нога. Нога спасла. Да тут палец просто спас, блин. Называется. Нога спасла. Отчуметь просто. Сохранять мяч футболистов. Еще один прекрасный пас. Да, блядь, они грубовато играть-то, а? А, блядь. Да, блядь, ну пас-то не проходит. Да, блядь, опять мяч не у нас. Ну что творите-то? А, с батарею, болельщики недовольны. Какинай, болельщики недовольны. Блядь, выигрывает. Бегов, а? Пас на корм может быть интересно. А, слава богу, сильный-сильный-сильный-сильный-сильный-сильный-сильный-сильный-сильный. Блядь, и ушел ваут от нас, да? Замечательно просто. У них замены. У них замены, замены, замены. На фланге мяч. Есть свободное место перед игроком. И подает штрафную. Тут вратарь. Неплохой был пас. Конечно, неплохой был пас. 30 минут играть осталось. По флангу идет атака. И есть путь свободного пространства. Понятно. На угловой. На угловой, на угловой. Так, что у нас по замену предлагают? Давайте поменяем его, попробуем. Может он что-то придумает, замену, а? Который у нас здесь игрок будет. За китсап. Мяч летит в центр штрафа. Опасно, и мы проигрываем. Пропускаем гол. Замечательно. Просто супер. Изумительно. С углового мы пропускаем. Как же здорово сыграно. А? Очень вкусно, я бы сказал. Но здесь оба сыграли очень здорово. И тот, кто навешивал от угловой ответки. И тот, кто красиво завершал головой. Давайте посмотрим еще один повтор. Это у них даже никто не крыл. Он спокойно ударил. Точнее, сделал пас и все. Спокойно. 1-0. Увы. Мы на угловом пропускаем в гол. У нас головы не летят, блин, нифига, блин. А шансов было больше. Я думаю, все пасы у нас в конце. Как же здорово он играет в пас. Мы шли в защиту, что ли, да? Вперед идет атака. Интересно, может быть. Может он сравнять счет? А тут даже не забивать. И мы это делаем. 1-1 счет у нас. Герой эпизода. Как классно он все исполнил. Ихали своей команде. Еще один шанс попробовать выйти вперед в этом матче. Ответный гол забит в этой встрече. И у нас снова ничья. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Обычный хороший гол. Супер. Почему мы на самом начале не могли так забивать, а? Штанги какие-то перек... Блин, штанги появились, блин. То мимо, то штанги, то еще что-то. Очень больно. Класс. Сейчас снова равный 1-1. Быстро мы сравняли. На самом деле, это просто супер. Проиграем битву. А вот это замечательно. Тчатина. Да ёпта и мать, а удар не получился. Я думаю, он может... Углов там типа нападающим попробовать. Ладно, защитник был. О, спасибо за пас. Тина-тина-тина. Навес? Нет, навес нам перекрыли полностью. Ну что, у нас будет угловой. Мяч летит в центр штрафной. Вынос. Мяч не залежался в штрафной. Ай, Барян. Ничего у нас не получилось здесь бы. А вот это, блин, ты веково принял мяч. А вот это контратака. Вратарь затащил. Молодчина. Вратарь это сделал. Вратарь просто супер. Сурового мяч будет введён. Опять угловой. Опять опасный момент. Хорошо, успешно. Полезно действуем в этом матче. Давайте посмотрим, что мы только вот можем заменить. Давайте попробуем нападающий заменить. На него. И чё, поменяем ещё. Обновим полузащиту. Ближе к обороне. После чего из этого выйдет. Смотрим, что это будет. Мяч, 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 мяч. Здесь вратарь справляется. Куда там, там смотреть. Есть свободное пространство на фланге. И туда идёт атака. Решил провести. Локирует удар игрок. Хорошая могла выйти атака. Но защита тоже не дремлась. Да блин, не успел игрок. Какое нарушение? У нас ещё нарушение. Ты чё, мы там нарушили? Похоже, всё решится в концовке. Ух, какие напряжённые минуты нас ждут. В атаку, в атаку. Арбитр даст свисток через 6 минут. Как ты пропустил мяч у тебя в ногах? Как ты это мог? Замечательно просто. Замечательно. Да, просто супер. Это удар был? Мне пригласил удар. Какой офсайд? Офсайд какой-то нашли бы здесь. Офсайд прям вызывается. Ещё 4 минуты проведут команда на пункт. Может офсайд был? Ну и чего? И мы не сбиваем здесь. Офигеть просто. Надо было бас давать там. И чё, не факт, чё он прошёл там в радар. Ой, блин, а такой шанс был. Я ещё перешёл в другой команде. Эй, дайте 11-метровый, фиг с ними эти дебилами. Ну чё, всё, первая ничья у нас. В этом турнире, можно сказать. Оно очковываем у себя дома. Зарабатываем у себя дома. Да, игра была слишком. Много моментов было у тех и других. Забей мы только по наугалу. Давайте посмотрим, так, 7 минут. Надо, правда, написано 7 минут. Так, это мы всё видели. Переходим дальше. Ударов. Голов 1-1, ударов 11-8. Я говорю, створ 6-4. 50-50% мячом. Отвор мяча 6-7. Внушень 2-0. Офсайд 1-0. Уголовы 3-3. Тот шест ударов 54-50%. Тот шест паса 79-81. Чё-то у нас тот шест пас вообще не был, можно сказать, нормального. Ну чё, продолжаем. В этом матче, по идее, мы должны быть выиграть. На самом деле. Но увы, нам не повезло. У нас переклад... Это, штанги были дофига. Такая ситуация. Так, давайте перейдём к развитию игроков. И прочитаем сообщение. О, у нас один выздороваливает уже. И так. Так вот. Там не густо у нас пока игроков. И вратаря давать. Он до сих пор стоит 90-й. Просто ни о чём. Так, у нас повышение получает ЧОП до 61-го. И вратаря до 57-го у нас получает повышение. Так, чё у нас по новостям? Положаем по полу-трансфер. Нет, я отказываюсь. В данный момент я не хочу перестраивать вообще ничего здесь. Так, у нас полное выздоровление. Это замечательно просто. Короче, расклад. У нас уже минус всего 105 тысяч. По прогнозам мы идём в плюс. В данный момент нормально. Так, чё у нас тут понятно? Трансфер. Так, это всё понятно чуть позже. Опускаем. Положим по полу-трансфер 50 тысяч. Вратаря у нас хотят приобрести. Отклоняю это. У меня три вратаря в любом случае должны быть. А молодёжи, среди молодёжи у меня вратарей нет. И вот у нас следующий соперник. Это у нас до сих пор премьер лига идёт, да? Мы стоим на данном месте на 6 месте. Ну, в 6 месте не особо плохо. И у нас запасная игра. Здесь мы побеждаем. Мы догоняем 5 место и с 4 место догоняем в данный момент. Ну, если, конечно, это повезёт. А это, может, не повезёт. Ну, здесь у нас особо нет ничего. Три чемпионов. Мы ещё при этом не играли. Ну, ладно. Переходим к составу мы. Состав у нас опять свежий. И всё, в основном я хочу попробовать вот так поменять сам начало матча. Сейчас сохранить состав. И переходим к матчу. Записывать матч, конечно, я не буду. Увидимся в конце лучших моментов матча. Ну, чё, мы снова здесь. Давайте посмотрим лучших моментов матча. На 32-й минуте мы забиваем гол. Обычно, как всегда, стандартный гол у нас. Есть первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, пойдёт на пользу этой встречи. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. Секундочку. Сейчас, секундочку. Я сделал погромче звук. Себе почти сделал чуть-чуть. Всё. Нормально. Чё тебе? Промах. Промах от и дыхания игрока. Да, тут был опасный момент, на самом деле. Если первый удар бы прошёл, мог бы и улететь в ворота. Но у нас защитник справляется. Воротарю не надо было потеть. Но снова смотрел за мячом. Правильно это сделал. Что у нас дальше? Дальше мы пропускаем на 51-й минуте. Очень плохо, на самом деле. Очень плохо. По центру мы пропускаем. И у нас ещё один 1-1 счёт. В данный момент. И вообще за весь матч. Больше лучших моментов нет. Только промах опять от и дыхания игрока. Как будто эта команда у нас и лидирует. Сейчас посмотрим по общей сведению, что у нас вообще творилось. По полю. Я сам бы хотел 3 очка захватить. Ну, увы. Почему у нас этого не выходит? Значит, далее. Общие сведения. Давайте посмотрим, что у нас. 1-1. Ударов 6-2. Створ 3-2. Владимиричу 173. Братян по мячам 8-5. Включение 0-2. Травма 1-1. Обсад 1-0. Уголы 0-0. Точность удара 50-100%. Точность пасса 86% у обоих. Да, такой же нормальный игра. Ну, мы, конечно, были слишком около защиты дофига. Нас отнимают, как всегда. Мы не могли ничего особо придумать. И где мы сейчас будем находиться? Мы будем находить на шестом месте. В данный момент у нас особо ничего не изменилось. У нас все еще ждет игры-игры. Вот и мы и прошли 6 туров. Поиски примирники. У нас тут заканчиваются трансферы. Уже можно так сказать. Так, Юпитра Амир на 2 месяца. Ёму, это многовато. И переходим к тренировкам. И на этом уже будем серию заканчивать, да? Да. Так, что у нас тут будет нападающий? Тебя? Так. Тебя? Вратаря обязательно. Кстати, странный защитник доводи. Ну, только вот этот молодой у нас. Ну, это можно, если можно сказать. Ну, все. Расчет итогов. Вратарь у нас почти уже до 58 доходит. А все остальное больше у нас... Ну, у нас почти все. Так вот, здесь все... в совершенственном уровне. Можно сказать, в высшем уровне. Ну, че. На эту ночь, я думаю, будем заканчивать эту серию. Всем до свидания. Всем пока. Увидимся в следующей серии и других прохождений. Всем удачи. Субтитры подогнал «Симон»!